Система СМС внедрена в 2020 году. И с этого момента казахстанцы платят взносы и отчисления в фонд медстрахования. Но на сегодня мы отмечаем такую ситуацию, что около 3 миллионов человек у нас считаются незастрахованными. То есть не платят постоянно взносы в систему медицинского страхования. Это в основном у нас трудоспособное население, которое работает временно, сезонно или не имеет постоянной работы. Для того, чтобы иметь статус застрахованной, данной категории необходимо заплатить за прошедшие 12 месяцев, чтобы получить статус СМС и быть застрахованным и получать медицинскую помощь в рамках обязательного медицинского страхования. В июле месяце разработан второй способ, как бы новый способ дополнительный для вовлечения в систему СМС данной категории. А именно что? В июле месяце внесены поправки в закон об СМС с 1 сентября. А именно какие поправки? То есть для данной категории, которая ни разу не платила взносы в систему обязательного медицинского страхования, имеется альтернатива. То есть могут заплатить, они должны были заплатить за прошедшие 12 месяцев, чтобы быть участником системы, сейчас имеют возможность, 1 сентября будут иметь возможность заплатить за предыдущие 12 месяцев и быть участником системы СМС. То есть не надо будет платить за прошедшие 12 месяцев. Что это даст? Мы надеемся, что благодаря вновшествам в систему СМС, около 30% населения смогут воспользоваться этим способом, быть застрахованными и стать участником системы СМС и получать медицинскую помощь в рамках обязательного медицинского страхования. Студенты, обучающиеся по очной форме обучения на территории Казахстана, это среднее, средне-техническое, вузовское, послевузовское, дипломное, последипломное образование, которые обучаются на территории Казахстана, все входят в систему Министерства образования. Это у нас называется Национальная образовательная база данных Министерства образования. В этой базе данных у нас входят все студенты, которые учатся на территории Казахстана. Но есть студенты, наши жители Казахстана, которые обучаются за рубежом. Данные студенты не включены в базу данных, и поэтому они не входят в 15 льготных категорий. Но для того, чтобы если студенты, которые обучаются за рубежом, и обратившись в поликлинику, проверили свой статус, и увидели, что статус не застрахован, что им необходимо делать. Им необходимо войти в данную базу. Для того, чтобы войти в данную базу, возможно следующими способами. То есть воспользоваться порталом электронного правительства, необходимо зайти в базу ЕГО, и там есть регистрация студентов. И через эту базу зарегистрироваться. Или воспользоваться также можно через Ковдау 2407. То есть, если необходимо студенту сейчас получение медицинской помощи, то возможно получение статуса временного на один месяц для дальнейшей реализации через информационную систему Министерства образования. Через Ковдау 2407, мобильное приложение, можно также зайти и зарегистрироваться. То есть у нас в рамках системы обязательного медицинского страхования оказывается медицинская помощь в плановом и в экстренном порядке. В плановом порядке, какие категории имеют право на получение медицинской помощи? Это беременные и дети до 18 лет. Они могут получить медицинскую помощь. Это у нас следующие виды помощи. Это лечение пульпитов, передонтитов, анестезия, помба и так далее. То есть с этим перечнем можно ознакомиться в стоматологических поликлиниках. Кроме этого, в рамках обязательного медицинского страхования оказывается экстренная медицинская помощь. Данную помощь могут получить следующие виды категорий населения. Это дети до 18 лет, беременные женщины, участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним, инвалиды 1, 2, 3 группы, это многодетные матери, награжденные подвесками комыска, получательные адресные социальные помощи, пенсионеры по возрасту, больные инфекционными и социально значимыми заболеваниями, предоставляющие опасность для окружающих, это неработающие казахстанцы, ухаживающиеся за ребенком с особыми потребностями или инвалиды 1 группы с детства. Где можно получить медицинскую помощь данную? В рамках обязательного социально-медицинского страхования с перечнем медицинских организаций, которым можно получить медицинскую помощь, стоматологическую плановую медицинскую порядку можно ознакомиться на сайте fms.kz. Там есть выбрать поликлинику, выбрать медицинскую организацию, выбрать свою регион и можно ознакомиться. Хотела бы для сведения сказать, что данную медицинскую помощь стоматологическую можно получить жителям на территории города Петропавловска, ее оказывает областная стоматологическая поликлиника, это ЧО стоматология, это ТО Росдент, ЮДДент, Донара Дент и МДД Дент. То есть эти поликлиники указывают. Кроме этого, медицинскую стоматологическую помощь можно также получить в городских поликлиниках и в районных поликлиниках. Независимо от того, что являешься жителем сельской местности или городской, житель сельской местности может приехать также получить стоматологическую помощь в поликлиниках или в организациях, которые находятся на территории города Петропавловска. Кроме этого, хотелось бы отметить, что две поликлиники города, это областная стоматологическая поликлиника, у нас оказывает экстренную стоматологическую помощь круглосуточно, то есть можно обращаться. Областная стоматологическая поликлиника и ЧО стоматология также организовывают выезд к инвалидам на дом для оказания экстренной стоматологической помощи. Всегда многие наши жители спрашивают и обращаются к нам, как проверить свой статус в системе ОСМС. Проверить свой статус в системе ОСМС можно следующим способом. Первое – это портал ЕГОВ. То есть можно зайти на портал электронного правительства и проверить там сразу, как только вы зайдете, проходит авторизация, и сразу можете увидеть свой статус. Кроме этого, можете зайти на сайт pms.kz. В правом нижнем окошечке выбывает меню, введите свой ИИН, вводите ИИН и также можете проверить свой статус. Кроме этого, есть возможность Telegram с октандарубот. Там также можете раздел меню и выбрать свой статус. Если жители не владеют данным информационным системой, то есть не могут зайти через мобильное приложение или через ЕГОВ, то могут позвонить на телефон 1406, это фонда медстрахования, там находятся операторы, которые могут также проконсультировать. 1406 работает круглосуточно 24 на 7. И кроме этого, может обратиться также население по месту прикрепления в поликлинику и узнать свой статус. В важной части формирования фонда медстрахования является обратная связь с населением. Это важная часть и самая та, на которой работает фонд медстрахования. То есть это обратная связь с населением на обращение, на консультации и в случае получения жалоб. Также осмотрение жалоб и обращения. Хотелось бы сказать, каждый пациент при обращении в поликлинику, если есть какие-то моменты неудовлетворенности в получении медицинской помощи, первичное, что необходимо, необходимо сразу выяснить на месте пациента. То есть в каждой медицинской организации, поставщика медицинской помощи, которая работает в рамках ОСМС, есть служба поддержки пациента. В каждой медицинской организации. Поэтому пациент должен обратиться в первое, это в медицинскую организацию службы поддержки пациента. И задать свой вопрос или решить свою какую-то проблему обращения, консультацию. Если вы не нашли ответ на ваше обращение в службу поддержки медицинской организации, вы вправе позвонить на Клоу-центр управления здравоохранения. Это 8 800 800 8103 по данному телефону и получить также оставить свое обращение и получить консультацию. Если, конечно, вы и там не нашли свой ответ на свое обращение, вы вправе позвонить на телефон 1406, это фонда медицинского страхования, где находятся операторы, которые примут ваше обращение и рассмотрят жалобу. Кроме этого, хотела проконсультировать, что имеется возможность на местах на территории Северокоспанской области, город Петропавловск, филиал фонда медстрахования, в котором находится кабинет по рассмотрению обращений и консультации, где вы также можете обратиться, позвонив на телефоне 35164 или 35165. Или самим прийти в кабинет. Мы находимся по Абая 57, режим работы у нас с 9 до 18.30. Обед с 13 до 14.30. Выходной в субботу-воскресенье. Мы работаем с января текущего года, нам уже поступило 2207 обращений. Из них 333 это консультация непосредственно в кабинете обращений по месту находения филиала. На каждое обращение даны ответы, рассмотрены вовремя и своевременно. За этим, конечно же, филиал фонда именно мониторирует, рассматривает. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова